Человеку хочется быть великим, а он видит, как он мал. Ему хочется быть счастливым, а видит, как он несчастлив. Ему хочется быть совершенством, а сам он полон недостатков. Ему хочется быть любимым и уважаемым всеми, а он своими недостатками вызывает к себе презрение и отвращение. Эта двойственность его положения порождает в нем страсти преступные и несправедливые по отношению к другим. В нем нарождается жгучая ненависть к горькой для него правде. Мысли Паскаля – земляная смола вместо извести. В этом видео сделаем обзор на книгу Эрика Хофера «Истинно верующий». В настоящее время вы можете найти эту книгу в магазинах под другим названием «Человек убежденный». Но автор будет тот же – Эрик Хофер. У меня вот такой сам издат. Небольшая книга в твердом переплете в оранжевой обложке. Эта книга о некоторых особенностях, свойственных всем массовым движениям. Будто религиозные движения, национальные или социальные революции. Книга эта не утверждает, что все массовые движения однородны. Но у всех их есть некоторые характерные, основные черты, придающие им сходство. Все массовые движения порождают в своих последователях готовность жертвовать собой и действовать объединенными силами. Все массовые движения, независимо от своих программ и доктрин, вызывают фанатизм, энтузиазм, горячие надежды, ненависть, нетерпимость. Все они могут в определенных областях жизни вызвать могучий поток активности. Все они требуют слепой веры и нерассуждающей верности. Все массовые движения, как бы не были различны их цели и доктрины, первых своих последователей находят среди людей определенного склада. И привлекают к себе людей одинакового образа мышления. Эрик Хофер. Американский социальный философ. Недоучка. В 7 лет он внезапно ослеп и поэтому не получил даже начального образования. В 15 лет зрение также внезапно вернулось и он, подгоняемый страхом снова его потерять, стал без остановки читать книги, стараясь успеть получить как можно больше знаний. В течение всей своей жизни Хофер так и не получил никакого официального образования. Добыв все свои знания самостоятельно из многочисленных книг. Еще в молодости Хофер принял решение никогда не зависеть от начальников и быть бедным. 20 лет он скитался по Калифорнии времен Великой Депрессии. Меняя места сезонной работы, наблюдая за нелегкой жизнью своих соотечественников, читая книги, которые брал в местных библиотеках и иногда записывая собственные мысли. К 1951 году мысли оформились в книгу, которая стала самым значительным произведением Эрика Хофера «Истинно верующий». В дальнейшем были изданы еще 8 его книг. Он стал почетным профессором университета Беркли, а также получил в 1982 году высшую правительственную награду США – медаль свободы. Даже став известным философом, Хофер не изменил своему образу жизни. Он продолжал работать в порту и носить рабочую одежду. Эрик Хофер прожил всю жизнь в одиночестве и умер в 1983 году, оставив миру яркое, неоднозначное интеллектуальное наследие. Каждое так называемое «священное дело» сильно отличается одно от другого по содержанию и доктрине, но факторы, которые делают их вседейственными, однородны. Эта книга – попытка проследить происхождение истинно верующего и дать описание его сути. Для этого приходится прибегнуть к одной рабочей гипотезе. Будем исходить из-за того факта, что в начале всех массовых движений среди их участников преобладают неудовлетворенные жизнью люди. И что примыкают они к движению по своей воле. А затем предположим, во-первых, что неудовлетворенность эта сама по себе порождает большинство характерных черт истинно верующего. Без какого бы то ни было внешнего влияния. Даже до его участия в движении. Во-вторых, что действительно эффективный метод обращения в веру состоит в основном в том, чтобы развить и укрепить склонности и реакции, свойственные неудовлетворенному сознанию. Где бы ни жил истинно верующий, он везде наступает. Обращает ли людей в свою веру или восстанавливает их против себя. Он везде переделывает мир на свой манер. Хотим ли мы идти вместе с ним или против него, мы должны знать как можно лучше его природу и возможности. Для человека, совершенно лишенного чувства принадлежности к чему-либо, значение имеет только его личная жизнь. Это единственная реальность в вечном ничто, и он цепляется за нее с бесстыдным отчаянием. Когда наши личные интересы, наши планы на будущее перестают нам казаться стоящими того, чтобы жить ради них, мы начинаем остро нуждаться в чем-то таком, что лежит вне нас и ради чего стоило бы жить. Своими собственными делами человек больше занимается тогда, когда они имеют смысл. В противном случае он бросает свои бессмысленные дела и лезет в чужие. Чем меньше у человека оснований говорить о своем собственном превосходстве, тем больше он готов утверждать, что превосходством обладает его страна, его религия, его раса или его так называемое священное дело. Вера в священное дело частично заменяет утраченную нами веру в самих себя. Наша первая жизнь была непоправимо исковеркана или как бы пропущена, и нам пришлось найти какую-то иную жизнь. Готовность же умереть за эту иную, выбранную жизнь только доказывает правильность нашего выбора. Люди, постоянно чувствующие себя не на месте, могут найти спасение только в полной отрешенности от себя. И такое спасение они находят в том, что растворяются, теряются в тесной коллективности массового движения. Отрекаясь от своей собственной веры, от собственного мнения и своих стремлений, отдавая все свои силы служению вечному делу, они, наконец, освобождаются от положения белки в колесе, которая облекала их на вечную неудовлетворенность. Когда человек перестает страстно стремиться к чему-либо, или когда цель его стремлений становится конкретной и ограниченной, потенциал его мужества падает. Неудачники в повседневных делах обычно тянутся за невозможным. Это способ маскировать свою неполноценность. Ибо когда мы терпим неудачу при попытке достичь возможного, то вина только наша. Но когда мы терпим неудачу с невозможным, мы ее можем отнести за счет сложности и трудности задачи. При попытке достичь невозможного, меньше шансов дискредитировать себя, чем при попытке достичь возможного. Отсюда один из выводов. Неудача в повседневных делах часто порождает непомерную смелость. Мы гораздо смелее, когда добиваемся лишнего, чем когда добиваемся необходимого. Поэтому часто, начиная отказываться от излишнего, мы начинаем терять и необходимое. Вещи, которых нет, на самом деле сильнее вещей, которые есть. Мы менее готовы умирать за то, чем мы обладаем и чем являемся, нежели за то, кем мы хотим быть и что мы хотим иметь. Люди, когда они имеют нечто стоящее, чтобы за это сражаться, желания сражаться за это не испытывают. Живущие полнокровные и полноценной жизнью люди обычно не хотят умирать ни за свои собственные интересы, ни за родину, ни за какое-либо так называемое священное дело. Одна из самых сильнодействующих приманок массового движения это та, что она нам заменяет надежду. Приманка эта особенно сильно действует в обществе, где широко распространена идея прогресса. Добровольно верить можно заставить только в то, что люди уже знают. Когда мы любим, мы обыкновенно не ищем в себе союзников. Наоборот, мы часто видим соперников и посягателей на наши права, в тех, кто любит то же, что и мы. Но когда мы ненавидим, мы всегда ищем союзников. Ненависть самый доступный и наиболее объемлющий из всех объединяющих элементов. Ненависть отрывает и уносит человека от его «я». Он забывает про свое благо и свое будущее и освобождается от мелочной зависти и корысти. Он превращается в безымянную частицу, трепещущую от страстного желания раствориться и слиться с ему подобными в одну кипящую массу. Ненависть чаще возникает из презрения к самому себе, чем из законной претензии. Винить во всем других – это громко шуметь с целью заглушить внутренний голос собственной вины. Свобода, к которой стремятся массы – это не свобода слова и действий, а свобода от невыносимо тяжелого бремени самостоятельного существования. Они хотят свободы от страшного бремени, свободы выбора, свободы от трудной ответственности за бездействующее «я», свободы от необходимости принять на себя вину за собственную бесполезность. Вы посмотрели видеообзор книги Эрика Хофера «Истинно верующий». Что заставляет человека становиться частью политической партии или общественной организации, фанатиком той или иной религии или служителем культа? Почему человек так стремится соединиться с так называемым массовым движением и раствориться в нем? Что кроется за так называемым «священным делом» и жаждой перемен? «Истинно верующий» – это смелая попытка разобраться в том, почему человек стремится стать массовым. Что ищет в толпе? Великой цели или снятие ответственности за свою жизнь? Почему мы ненавидим врагов и сами не замечая того подражаем им? Почему верим в необъяснимое и отказываемся принять очевидное? Книга Эрика Хофера поможет читателю увидеть, что постоянные желания вмешиваться в чужие дела и стремление всегда кому-нибудь помогать вызваны попыткой компенсировать отсутствие смысла в своей собственной жизни. Что отсутствие веры в себя, в собственные силы приводит в мир массовых движений. От террористических организаций до уличных группировок. И что коллективное целое тут же лишает человека его индивидуальности и особенностей. Благодарю вас за внимание, за то, что вы посмотрели этот отзыв. Другие отзывы на другие книги, конечно же, последуют. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.